В Мурманской области провели первые тренировки механизированной парадной колонны боевой техники Северного флота. Репетиции состоялись в Печенском районе на территории отдельной мотострелковой бригады. В них приняло участие более 50 единиц техники. Военнослужащие Северного флота готовятся к параду, посвященному 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Водители боевой техники уже провели первые тренировки. Они состоялись на бывшем военном аэродроме в Корзуново, с которого поднимался в небо Юрий Гагарин во время своей службы на Северном флоте. Это очень смелое и очень гордое событие в жизни каждого военнослужащего. И это добавляет более высокой уверенности в своих силах. Во время тренировок водители отрабатывают прохождение механизированной колонны, следят за равномерностью движения техники, соблюдением интервала и дистанции. Самые большие участники колонны, пусковые установки зенитно-ракетной системы С-400, примут участие на завершающем этапе тренировок. А историческая техника появится на репетициях в Мурманске. Тренировки проходят довольно-таки нелегко, с самого утра и до вечера. Главное это осознание каждого военнослужащего и четкое выполнение всех указаний высшестоящего начальства. Это большая часть для меня. У меня прадед был на фронте, на белорусском фронте. Выжил, прошел войну, вернулся. Всего в параде будет представлено более 70 единиц действующей военной и специальной техники Северного флота, а также ретроавтомобили и мотоциклы военной и послевоенной поры. Возглавит колонну легендарный танк Т-34. Напомним, в прошлом году парад победы состоялся только в июне. Из-за введенных коронавирусных ограничений эксперты рекомендовали зрителям не присутствовать на нем лично. Поэтому многие северяне смотрели праздничные события в онлайн-формате. К слову, его прямую трансляцию впервые организовали настолько масштабно, что камеры были установлены даже на броне идущих по проспекту военных машин. А вот шествие бессмертного полка в 2020-м из-за эпидемических ограничений пришлось вовсе отменить.